Ситуацию в Донецкой области мы узнаем прямо сейчас от нашего корреспондента с нами на связи Анастасия Волкова из Славянска. Настя, мы приветствуем тебя в эфире. Тебе слово. Добрый день, студия. Российские войска накануне днём нанесли удар по центру Славянска. Мы находимся на месте обстрела. Вы можете увидеть, как коммунальщики разбирают завалы. Электрики восстанавливают повреждённые провода. Стусатели наготове, в случае чего, доставать раненых и погибших людей из-под завалов. Известно, что один человек получил ранение. Под огнём российской армии оказались улицы Шевченко, Ботаническая, а также Барвенковская. Накануне российские войска обстреляли и центр Краматорска. Девять населённых пунктов попали под огонь российских оккупантов за сутки. Это Авдеевка, Торецк, Бахмут, Краматорск, Славянск, Красногоровка, Северное, сёла Хромова и Нитайлова. Уничтожили и повредили 21 жилой дом, девять многоквартирных домов, больницы и аптеков в Торецке, дворец культуры в Краматорске, хозяйственные постройки. Российские войска применили против мирного населения Донецкой области, авиацию, ракеты С-300, РСЗО «Град» и артиллерию. Вчера в Красногоровке получил ранение 13-летний ребёнок. Уже известно о двух погибших и четверых раненых за прошедшие сутки. Недавно мы вернулись из самой горячей точки Донбасса, города Бахмута. Там очень сильные обстрелы. Город просто-таки выжигает с лица земли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова